Всем привет! Вот наступил последний холодный месяц, и вместе с ним медленно начала оттаивать игровая индустрия. Впереди нас ожидают релизы игр крупных и поменьше, в связи с чем библиотеки консолей пополнятся новыми японскими RPG, сетевыми проектами и продолжением некоторых серий, в том числе Ghosts and Goblins. Но давайте же познакомимся со списком самых интересных релизов февраля, по мнению нашей редакции. И открывает его ролевая игра Ys9 Monstrum Nox, которая перенесет игроков на улочки города Балдук, что находится под аннексией Романской империи. Известный по предыдущим частям серии приключенец Адол Кристин возвращается, чтобы тут же угодить в цепи и оказаться за решеткой темницы сырой. Правда, восканавливанного неволи орла Адол не встретил, зато он знакомится с женщиной по имени Априлис, который превращает его в Монструма. Существо со сверхъестественными возможностями и силой, необходимой для истребления монстров. В роли Монструма нам предстоит объединиться с другими собратьями по несчастью, обладающими своими уникальными талантами, исследовать огромный город, а также в игру вернуться знакомые боевые механики, дополненные уникальными талантами и новым режимом усиления. 2 февраля состоялся релиз Destruction All-Stars и в день релиза она стала доступна бесплатно в рамках подписки PlayStation Plus. Всем, кто решит выйти на арену крупного международного спортивного состязания, предстоит стать одной из 16-ти звезд All-Stars. Сев за руль своей тачки, игроки для одержания победы должны мастерски провоцировать столкновения, крушить машины соперников, уклоняться от атак и собирать полезные усиления. При этом, каждая машина обладает уникальными показателями скорости и маневренности, а герои — способностями. Любопытной особенностью Destruction All-Stars является игровой процесс, следующий из-за потери тачки, ведь потеря машины — это еще не конец соревнования. Даже без машин персонажи обладают достаточной спортивной подготовкой, чтобы уклоняться от атак соперников и угонять в чужой транспорт. И, конечно же, куда без косметических предметов, игровых сезонов и множества режимов. Весной 2017 года игрокам представилась возможность погрузиться в мрачную сказку, по сюжету которой крохотной девочке в желтом плаще надо было спастись, попутно избежав попадания в лапы огромных кровожадных существ. Теперь же 11 февраля мы вновь угодим в эксцентричный и жуткий мир Little Nightmares, где познакомимся с новым героем — юношей Моно. Ему вместе с нашей уже старой знакомой шестой предстоит целым и невредимым добраться до сигнальной башни, чтобы остановить ее передачу. Но следует быть начеку, ведь на каждом шагу детей поджидают хладнокровно расставленные ловушки и новый обитатель мира, который не проявит милосердия при личной встрече. Уже готовы к волнующему душу напряжению и бегущим по коже мурашкам. В феврале на Nintendo Switch прибудет очередной гость с Wii U, а именно — переиздание Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. В одиночном или кооперативном режиме игрокам вместе с Марио, Луиджи, Питч и Тоддом предстоит отправиться в королевство фей, чтобы заняться своим самым любимым делом — спасением принцессы и ее поданных. В конце концов, надо же чем-то в свободное время заняться, раз профессию водопроводчика Марио давно оставил. Помимо улучшенной версии Super Mario 3D World, в переиздание входит дополнительное приключение Bowser's Fury, которое нам предстоит объединить усилия с Боузером-младшим, чтобы помочь успокоить его отца, охваченного разрушительным безумием. В общем, готовьтесь прыгать, бегать и собирать бонусы вместе с друзьями в этом трехмерном платформере, ведь выход на Switch с более обширной аудиторией явно придаст ему второе дыхание. 23 февраля наших западных краев наконец достигнет проект Persona 5 Strikers. Сюжетно он продолжает оригинальную игру Persona 5, а вот в плане игрового процесса разработчики решили переосмыслить его, на сей раз попробовав свои силы в жанре экшен RPG. Не успели наши друзья насладиться заслуженным летним отдыхом, как двери Кафе Лебланк постучалась новая беда. Путешествуя по Японии, мы сможем посетить и другие города помимо Токио, а также нас ожидает встреча с новыми героями, что встанут на сторону призрачных похитителей Сердец и предложат свою помощь. При этом поклонников ожидают уже знакомые по пятой части основные игровые элементы, пусть и несколько в упрощенном виде. К ним относится создание и развитие Persona, система сильных и слабых сторон у героев и врагов, улучшение отношений с друзьями и исследование аналогов дворцов. Готовьтесь пробудить свою персону и положить конец в серии инцидентов, что лишает людей их желаний и эмоций. Вот и подошел к концу список самых интересных релизов этого месяца. Чтобы узнать о других играх, что выйдут в феврале, читайте наш материал на сайте. А также не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за просмотр! С вами была Настя Бардович и до новых встреч на просторах портала стратег.ру